Народный бюджет Нет, главное – желание. Желание изменить к лучшему место, где живешь, работаешь или отдыхаешь. Заручиться поддержкой местных жителей и защитить проект в администрации. Первое место занял проект по модернизации материально-технической базы детско-юношеской спортивной школы «Старт». Для воспитанников планируют приобрести новенькую футбольную форму, мячи, сетки и другой спортинвентарь. Я очень рад и спасибо всем участникам, которые проголосовали за это мое предложение. И теперь дети будут и в красивой форме выступать не только в гамбардерских соревнованиях, но и всероссийских. В селе Арском, например, уже в следующем году становят уличные фонари. В населенном пункте освещена только одна улица. И пройтись вечером по селу для жителей – целая проблема. Очень обидно. Пригородную зону немножко обделяют. Присоединили к городу, а к городу у нас как бы и не пахнет. Но вот сейчас на наших улицах будет свет. На всех улицах. Жителям дома номер 52 по улице Отрадная ходить в Галошах больше не придется. Их двор благоустроят, в том числе отремонтируют ливневку. У нас постоянно заливается водой весь двор. И в сентябрьские, и в весенние вот такие вот паводковые периоды. И даже летом невозможно пройти, и детская площадка заливается, и все. А на другом конце города, на мулеваре фестивальной, построят целый спортивный городок. На месте трех асфальтированных площадок спортивной школы «За Волжье» появятся места для занятий фитнесом, футболом и теннисом. Это даст, опять же, новой молодежи места для занятий спортом. У нас такой район, немножко не хватает вот инфраструктуры. А там будет сразу три площадки. Это футбольная, баскетбольная, теннисный корт и антивандальные тренажеры. Каждому из девяти проектов предстоит процесс уточнений и детализации. Затем они будут включены в заявку при формировании бюджетной потребности на 2019 год. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.